здравствуйте всем здравствуйте всем дорогие мои друзья вы на канале в алекса и я решила сделать создать новый плейлист на своем канале по обзору колод какие у меня имеются и потом когда они будут добавляться я вам об этом буду рассказывать итак моя самая первая колода которую я приобрела себе в магазине читай город про остальные я уже не вспомню где я приобрела и как давно вот это самая первая моя рабочая говорящая колода она значит выглядит вот так вот такая вот у нее рубашка вот она простенькая и называется она а малая колода ленорман состоит из 36 карт имеет инструкцию на русском языке и собственно выпущена она в нижнем новгороде каким-то индивидуальным предпринимателям тут написано его фамилия не буду заниматься рекламой потому что может быть он не хочет чтобы я его рекламировала инструкция на русском языке ну по краткому описанию значит карт до колода сначала мне показалось мое впечатление я буду говорить буду выкладывать сначала мне показалось что колода какая-то несколько детская но самого начала именно на ней я училась делать большие расклады начала я обучаться с больших раскладов сразу говорю обучалась я самостоятельно вот и колода мне показалось какой-то детской но на удивление она оказалась удивительно говорящий вот и если кто-то планирует начать изучать ленорман здесь мне моя одна из моих любимых карт карты рыбы здесь все такие чудные красивые рыбки такие приятные тона и одна из самых смешных карт которые смешит в этой колоде это карта мужчина он здесь похож на какого-то помните мультик был с бегемотика да я сначала очень долго смеялась не воспринимала эту карту и расклады на отношения у меня всегда вызывали смех несмотря на то что даже если там какие-то негативы показывались я всегда смеялся что реально ну мужчина тут проработано очень так с юмором с каким-то с определенным а вот дальше всадник тут какой-то да у нас такой интересный карта гора величественная крысы тут одна вот впечатляет карта крест здесь вот карты якорь мне здесь нравится в этой колоде вот кольцо мне здесь не очень нравится кольцо есть какое-то ну не похоже на кольцо есть колоды в которых кольцо смотрится более интересно очень нравится красноречивая карта букет карта леса как красноречивая карта тучи хорошо понимаем а читаем карта ключ карта змея вот ну вот собственно нравится мне еще здесь медведь ну вот собственно я карта гроб заключение вам показала значение конечно я рассказывать не буду это если вдруг я надумаю создавать какие-то обучающие курсы там буду делиться значениями здесь я вам просто сделала обзор со вот она уж такая довольно немножко потрепана но я ее берегу иногда чищу а вот в полнолуние и уже много ее носила в сумке сейчас достала ее из сумки сейчас на меня лежит дома в сумке нашу другую по новее потому что эту берегу уже скотчем обделала коробочку потому что но считаю что у каждой колоды должен быть свой дом ну раз мы взяли колоду в руки то давайте сделаем по этой колоде все-таки я кстати на ней ни разу не делал этот расклад у меня появился гораздо позднее на этой колоде я такой расклад обычно делаю на новый когда приходит а на это давайте сделаю пусть это будет открытием и для меня и для вас в плане любопытства просто разговор с колодой и так разговор мой в алексы с моей колодой с малой колодой ленорман разговор мой с моей колодой ленорман первый вопрос как вы карты себя чувствуете скажите как вы карты себя чувствуете скажите первую карту достаем и тут карта плеть не очень карта плеть и метла сразу же смотрите мне колода заявляет о том что ее надо чистить да действительно я кого давно не чисел очень давно наверное год назад я и чистила так спасибо колода я буду это знать и в ближайшее полнолуние обязательно это сделаю карта нуждается колода нуждается в чистке кратко для любопытных скажу как чистить колоду по крайней мере ленорман в полнолуние по возможности на солнечный свет на лунный свет простите в идеале выложить по порядку 1 2 3 вот так вот все карты выложить в идеале если нет возможности то ну как-то вот их вот так вот выложить на лунный свет на ночь чтоб они пролежали это будет чистка колода нуждается в чистке вот она мне сообщила второй вопрос как вы карты ко мне относитесь сейчас как вы карты как ты колода моя ко мне относишься сейчас хитрят они со мной иногда хитрят иногда приходится дополнительно леса вышла иногда хитрят иногда может быть даже обманут потому что приходится потому что уже колода грязная уже много информации на себе скопила и вот именно если сейчас на ней я уже давно она не делала раскладов нуждается в чистке это вторая карта которая подтверждает о том что колода будет врать если сейчас я на ней буду делать кому-то расклад хорошо что я это затеяла хорошо что это видно третий вопрос что вам карты вам не нравится скажите пожалуйста что вам карты вам не нравится карта групп о том что я видимо карта групп нас говорит о возрождении о том что во первых я умею держать чужие секреты когда делаю расклады никогда не обсуждаю ни с кем никого вот и о том что я умею ну простите за нескромность возрождать людей из из того состояния в котором они находятся своими раскладами так хорошо карты что вам во мне не нравится скажите пожалуйста вам не нравится что я порою бываю одиноко мало общительно то что я от вас отдаляюсь да то что я редко вас беру в руки карта башню одиночество вы чувствуете себя один и думаете по хорошим давать это поклажут и покажем мою любимую колоду не все любимые я все любимые есть некоторые просто которые новые лежат это них еще не дошло мое внимание они меня еще не позвали вот бывает когда закажешь колоду работать не можешь потому что ну нет посыла не сотну не хочется ее брать в руки и король колода вылеживается определенное время пока она мне либо не приснится либо не стрельнет мне а мысль в голову что а пора бы уже эту колоду попробовать его тогда она начинает разговаривать одиноко тебе моя колодушка да тебе не нравится что я тебя иногда оставляю и не общаюсь с тобой ладненько поехали дальше это пятый вопрос скажите карта готова ли я раб к работе с вами выскочила карта солнца мы ее тогда я ставить и все карты были перевернуты 1 рубашками 1 перевернутая солнца готова да ладненько спасибо шестой вопрос а что приятного я могу вам сделать для вас что приятного я могу для вас сделать карты что приятного я могу для вас сделать а брать с собой брать с собой в дорогу то есть я вам повторюсь что это это колода долгое время со мной сумочки путешествовала везде всегда неважно далеко я или близко или просто в магазин к карточная колода у меня всегда лежит в сумке мало ли как какая ситуация бывает в жизни вот иногда просто бывает знаете бы даже бывают такие ситуации когда люди просто ко мне на улице подходят и задают вопрос я не знаю как они на тонком плане считают что я предсказатель или как вот просто чужие люди один раз парень подошел вот возле магазина у меня стояла не знаю что там дело не помню вот и подошел парнишка и говорит мне надо ехать на колым зарабатывать деньги на строительство вот не знаю не решаясь ехать или нет как вот ваше мнение человека со стороны да или нет я на него посмотрела улыбнулась вот как будто будто знал достала колоду у него глаза конечно увеличились я достала колоду разложила тут несколько карт буквально спонтанно вот и вышло что ему не нужно туда ехать то есть человек спросил не зря на тонком плане ему подскажут и вышло что ему там не заплатишь что он потратит время и еще будет его еще и обидит то есть обсчитают вот и он сказал спасибо я все понял ну сколько-то там он сразу сказал я вам что-то должен я говорю ну знаешь ты мне ничего не заказывал давай чисто символически просто 20 рублей все чтобы обмен энергиями произошел потому что я тогда еще ну как бы не особо профессионально гадала вот и вот такие бывают ситуации вот поэтому собственно колода просится со мной в дорогу она привыкла со мной везде кататься ладно почищу возьму тебя опять хорошо договорились так это у нас раз два три 4 5 6 7 вопрос хорошо теперь сама колода готова ли ты работать со мной сама колода ты готова со мной работать дома я чё щелоденка я чё щелоденка моя колодочка на меня любит она меня любит сердечко вышло конечно это со мной готова работать только тебе надо почистить надо с тебя снять энергетику потому что ты у меня такая универсальная ты на все вопросы мне всегда отвечаешь что моя сладенькая я тебя обожаю так хорошо восьмой вопрос скажи мне пожалуйста колода чему я должна научиться за время работы с тобой чему я должна научиться за время работы с тобой подскажи мне колон вот именно с тобой преодолевать трудности преодолевать трудности справляться с негативом ну собственно я это так и делаю я к этому и иду так девятый вопрос что мне надо сделать чтобы стать хорошим торологом ну что так скажем еще лучше я наверно не очень плохой торолог да совсем не похвачь никто не похвачь а что мне надо сделать чтобы стать еще более лучшим торологом скажи пожалуйста колода что мне надо сделать чтобы стать еще более лучшим торологом больше общаться карта птицы больше общаться больше общаться с людьми больше разговаривать с картами понятно ну и последний вопрос какие карты ты хочешь чтобы я оставляла сверху и снизу скажи пожалуйста колода какие карты ну давай какой масти потому что карту уже выложены какой масти карты ты хочешь чтобы я оставляла сверху и снизу да такие колоды любят когда их закрывают на период молчания какие какой мастика лута карты колода мне оставлять сверху и снизу скажи пожалуйста карты любви к колода фу колода простите масти черви на масть черви масти любви то есть каждый раз по она мне будет готова подчеркивать конечно карта колода больше расположена на просмотры на отношения несмотря на то что тут мужчина такой смешной вышел ну вот и все-таки просит чтобы вот я выставляла ей охрану и на период молчания когда я не беру в руки чтобы масть черви была и сверху и снизу оберегала ее ну вот такой у нас с вами получился и расклад и вот такой вот обзор напомню с нами была малая колода ленорман 36 карт вот так вот она выглядит такая вот у нее рубашка это моя самая первая колода на которой я начала делать расклады и колода удобная очень плотная кстати очень плотный картон хорошие в меру глянцевая вот хорошая вырубка нет нарушений по сдвигу трафаретов рисунка я ее обожаю просто обожаю просто обожали часто к ней возвращаясь но она тут заявила что она хочет чтобы я ее почистила всем пока пока и ждем новое видео где я буду рассказывать о какой-либо другой из своих колод